Тема 866 Потому что бежать им некуда Но в обычной жизни, когда невозможно поймать за руку случайного прохожего Или добиться внимания со стороны давнего знакомого Тот в любой момент может положить трубку Невозможность высказаться становится для обычного человека проблемой И на помощь к ним могут прийти другие такие же несчастные люди У которых другая проблема, нехватка денег Так два несчастных человека соединяются во взаимновыгодном общении Один жалуется, другой слушает Так появилась услуга слушателя Один за 500 рублей облегчит душу и облегчит жизнь себе и своим родным Другой заработает от 500 до нескольких тысяч рублей в день И не умрет сегодня от голода За полдня у этого объявления уже 27 просмотров Можно выслушать в кафе, как предлагает автор объявления А можно и по телефону, будет дешевле Зато ехать никуда не надо Правда, оплату нужно как-то виртуально принять Работа несложная Я сама одно время выслушивала одну случайную знакомую по телефону Правда, не за деньги Но как человек вежливый Не смогла ее сразу послать Сиди себе, слушай и поддакивай Через несколько лет подобного слушания Уже можно будет становиться психологом Давать дельные советы и повышать ставку А там, глядишь, вы откроете целую фирму по массовому снятию стресса у населения Вообще к этой услуге творческий человек сможет прикрутить еще несколько идей Как услугу превратить в бизнес Вести архив человеческих историй Без конкретных имен Конечно, в виде блога Народ любит читать о чужих человеческих страданиях Втайне радуясь, что их миновала чаша сия А популярный блог Это заработок на контекстной и прямой рекламе Пиар себя и своих услуг И прочее и прочее Сделать услугу слушатель лишь частью более продвинутых услуг В своих или в партнерстве с другими бизнесменами Которые помогли бы конкретному человеку комплексно или на более высоком уровне Например, клуб общения Куда они ходили бы уже не от раза к разу Когда припрет, а на постоянной основе Или продвинутые консультации психолога, юриста, частного детектива или диетолога Как очень продвинутый вариант Сделать из этого действо шоу Типа как у Андрея Малахова или Леонида Закашанского В той части, где они помогают простым людям разобраться в своих запутанных отношениях Но на это, конечно, нужно согласие всех участвующих в процессе сторон Как вариант, посмотрела у одного психолога, ищущего клиентов через YouTube Можно предложить бесплатную услугу в обмен на возможность выложить ее в интернет на всеобщее обозрение У нашего психолога это сработало Люди идут и на YouTube И на платный прием Ваши шоу «Собеседник на час» будут смотреть сначала на YouTube А потом могут пригласить и на телевидение Как пригласили Свету Курицыну из Иванова на НТВ Благодаря фантастическому рейтингу ее интервью, показанных на YouTube Аналогично повезло американской девушке Которая придумала простую услугу в своем городе Подвезти девушку с вечеринки домой Читайте об этом в статье «Такси для девочек» Она записала несколько видео с подвозимыми девушками для рекламного ролика И оно так понравилось многим людям и боссам с телевидения Что ей предложили организовать свое шоу Организовать специальное кафе для одиноких людей Тогда они не будут тратить время на поиск ваших услуг в интернете А сразу приедут к вам на прием в ваше кафе И вы заработаете на них не несчастные 500 рублей за час А несколько раз по 500 рублей за час Если в ваше кафе зайдут одновременно несколько несчастных людей Вообще, внимание к человеку Много важнее денег и славы Одинокие люди, обеспеченные квартирами и деньгами По ночам рыдают в подушку Потому что им не хватает настоящей дружбы Или хотя бы простого человеческого внимания Беспризорники тянутся к бандитам не потому Что их манит приключение А потому что те протянули им руку помощи В отличие от большинства людей, проходящих мимо Поэтому если вы сможете искренне выслушивать человека Вам не придется заманивать его к себе Вау-эффектом и громкой рекламой Он сам вас найдет, придет и останется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok